КРАСОТА 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 Прожил последние шесть лет своей жизни, здесь же и умер. Вот в этот город, в Гамбург, к Шнитке приезжали выдающиеся музыканты конца 20 века, чтобы сверять часы во всем, что касалось исполнения и верного прочтения протитур Шнитке. Это, конечно, были прежде всего музыканты из числа его доверенных лиц. А доверял Шнитке больше всего не только друзьям, но и классным профессионалам, которым ничего не надо было объяснять словами. Вот это, с его точки зрения, самый идеальный вариант. Потому что комментировать свои протитуры и добавлять какие-либо слова к уже написанным нотным знаком он очень не любил. Идеальный вариант, лучший из возможных, когда музыкант читает текст и внутри партитуры дальше уже ориентируется по собственному самочувствию. И это самочувствие слышно в звуке. Потому что никто, кроме Шнитке, ни один другой композитор всех возможных эпох так не умел извлекать из инструментов, для которых он писал. Особенно, конечно, из струнных инструментов. И особенно, если эти инструменты находятся в руках настоящих мастеров. Их потустороннюю звуковую природу. Шнитке заставляет скрипку, альт, виолончель звучать как бы с изнанки. И вот это мистическое, может быть загробное, может быть запредельное, изнаночная природа их звучания является началом очень многих важных историй, связанных с музыкой Альфреда Шнитке. Еще до того, как имя этого композитора стало известным, популярным, нарицательным, еще до того, как оно стало многим разным людям что-то говорить, студенты Московской консерватории сложили двустишья, которая, между прочим, до сих пор в ходу. С миру по нитке музыка Шнитке. Это, конечно, не значит, что нужно смотреть в прошлое и искать там источники всех современных вдохновений, кто у кого когда и как что списал. Это не значит и того, о чем говорили в свое время многие. Известно же было, что Шнитке может вам стилизовать любую эпоху и любую музыкальную среду. Никаких проблем, три минуты и все готово. Нет, здесь гораздо более существенная есть вещь. Для этого композитора абсолютно не существует никакой дистанции между музыкой очень старой и очень новой. Для него нет никакой запретной зоны в истории музыки. И он может свободно, а главное, мгновенно перемещаться. Например, из Средневековья, из музыки григорианских хоралов к музыке дискотеки, от музыки кладбища, где нетрезвые простуженные лабухи, откашливаясь, терзают Шопена на очередных похоронах, к музыке утонченного филармонического вечера. Все это происходит в одну минуту, и поэтому практически на каждой странице каждой партитуры Альфреда Шнитке при желании можно найти сочетание абсолютно несочетаемых, абсолютно немыслимых друг рядом с другом вещей. Самый известный пример такого рода – это его первое «Кончерто Гроссо», сочинение 78-го года, где звучит танго, исполняемое на клавесине. Клавесин вышел из употребления примерно за сто лет до того, как в начале 20-го столетия люди только начали танцевать первые опытные образцы аргентинского танго. Но тут они в одну минуту, в одну секунду звучат вместе, они слиты так, что их невозможно разделить, и впечатление это производит такое, как если бы вы, например, в кино увидели императора Нерона, стоящего на башне, с автоматом Калашникова наперевес, и в бинокль наблюдающего пожар древнего Рима. Клавесин очень здорово костями там гремит в этом смертельном танго, создается удивительно нервная обстановка, причем неестественно нервная, это как во сне, чистый сюрреализм, как у Сальвадора Дали. Такие вещи не могут в реальности происходить, только в снах, причем в кошмарных. Но это такой обольстительный кошмарный сон, где, кстати, клавесин является не самоцелью, ведь в этой партитуре, в первом концерте Гросса Альфреда Шнитке, клавесин на самом деле служит только тенью, верной тенью другого инструмента. И чья он тень, это отдельная история, очень любопытный персонаж, так называемая подготовленная фортепиано. Берется рояль, и вот туда, где натянуты струны, вешаются в определенном порядке разные металлические предметы. Ключи, ложки, вилки, ножи, все то, что может помочь роялю издавать такой обрицающий, придушенный звук. Удивительный, характерный, его ни с чем не спутаешь. Называется подготовленная фортепиано. Очень часто, не только здесь, но и в других сочинениях Шнитке, рояль, подготовленный, клавесин, челеста, еще один клавишный инструмент, передразнивают друг друга. Иногда они точно повторяют друг за другом то, что один только что сказал, потом другой, потом третий, потом еще как-то. Иногда они сливаются в экстазе. И из этого возникает очень характерный, очень узнаваемый для Шнитке эффект битого стекла в музыке. Ведь битое стекло создает еще один эффект. Ясная, совершенная, самодостаточная красота клавирного звучания, фортепианного, клавесинного, любого клавишного, начинает у нас с вами на глазах распадаться, разъезжаться. Она двоится, троится и, в общем, превращается в свою противоположность. Такую галлюцинацию звуковую, причем далеко не молчаливую, естественно. И этим, и другими приемами Альфред Шнитке ясно дает понять своим слушателям. Уважаемые господа, не все то золото, что блестит. Знаете, не все то чистая монета, что звенит. Не все то истина, что провозглашается при громком звоне колоколов. А колоколов у Шнитке еще гораздо больше, чем битого стекла. И не все то красота, на самом деле, что кажется красивым на первый невнимательный взгляд. Альфред Шнитке Альфред Шнитке Альфред Шинке Пока Альфред Шнитке, не покладая рук, работает, сидя за письменным столом в своей московской квартире в районе Ленинского проспекта, и от этой работы его не могут отвлечь ни руководство Союза композиторов, ни текущие заказы с Мосфильма, например, ни растущий мировой спрос на его музыку, ни домашний, никакие другие дела. В Европе на каждое следующее исполнение каждого следующего сочинения, когда в афише стоит фамилия Шнитке, собираются аншлаги. Люди выстаивают длинные очереди, чтобы на эти события купить билеты. Правда, восприятие этой музыки европейским ухом довольно сильно отличается от того, что, например, происходит в Москве. В том же самом большом зале консерватории, когда по большим праздникам все-таки что-то из Шнитке играют, вот абсолютно реальный курьез. Одна из восторженных слушательниц была страшно разочарована, когда ей показали, вот сидит живой автор собственной персоны, Альфред Гарть Шнитке. Она была почему-то уверена, что Шнитке это как Нострадамус, или как Иероним Босх, какой-то художник, то ли Возрождение, то ли Средневековье, давно минувших дней, который вот тогда все это так напророчил, и только сейчас оно становится слышно и понятно. Вот здесь, например, в музей Халле, в городе Гамбурге, где многие премьеры Шнитке прошли с аншлагами и с переаншлагами по нескольку раз, еще без автора, пока автор сидел в Москве. Все были совершенно другого мнения. То есть все прекрасно понимали, что Шнитке это последнее слово мировой музыки, это, как здесь говорят, «дас нойсте» и «дас бесте», самое новое и самое лучшее. Все уверены, что это пророк в музыке. Но никто не сомневается и в том, что этот пророк обращается к сегодня живущим людям на их языке и говорит все свои пророчества так, чтобы нормальные люди могли его с первого раза понять. Вот в чем разница. А другое дело, как ко всем этим вещам относится сам Альфред Шнитке. Альфред Шнитке 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 Это специальное живое свидетельство об одном из сочинений тех времен, и оно известно практически из первых уст. Это история с Альтовым концертом. Концерт написан специально для Юрия Башмета, больше того, его фамилия даже нотами в одной из тем зашифрована. Ноты, как известно в немецкой нотации, это то же самое, что буквы, но только одни пишутся, а другие слышатся. И вот премьерное исполнение, мировая премьера Альтового концерта в 87-м году в Амстердаме. Башмет солирует три вечера подряд, знаменитейший зал-концерт Хабау, знаменитейший оркестр того же названия. Шнитке при этом опять болен, он в Москве, ни в какой Амстердам он не поехал. Башмет возвращается домой, приходит к Альфреду Горчу в гости с тремя пленками, три записи трех премьерных вечеров. И в тот визит они прослушали Альтовый концерт в общей сложности вдвоем девять раз, потому что каждую пленку по три раза. Только третьим исполнением автор остался более или менее доволен. Причем трудность главная, с его точки зрения, это не подъемы, не спады, не кульминации, не разломы, не обвалы музыки, а тихий и красивый эпизод, где берется образцово-показательная музыкальная банальность. В принципе, самая банальная виньетка или завитушка, какая вообще есть в классической музыке, в ее обиходе и словаре. И дальше только на ней строится целое, протяженное, захватывающее и, в общем, очень страшное развитие музыкальных событий. В третий раз Башмет сыграл это настолько романтично и свободно, насколько ему вообще позволяли инструменты руки. Шнитке реагировал на это так. Сначала он начал тихо смеяться, потом громче, потом стал кататься по полу от смеха и говорить Башмету, вот, вот, вот оно. Слаще, слаще, еще слаще, давай еще слаще, чтобы уж так сладко было, что противно. Это его собственные слова. Вот образцово-показательные черты классической красоты. Ну, практически Джокондо, Леонардо да Винчи. Чем внимательнее вы вслушиваетесь, чем внимательнее вы и дольше вглядываетесь в эти черты, тем вы яснее видите, что за ними проступают сначала оскал, потом целый череп, а потом ясные черты страшного чудовища. И этот злокачественный рост музыки происходит естественным путем. Это никакое не волшебство, не чары. Это с точки зрения самой музыки, ее развитие безупречно логично. Эффект страшнейший. Субтитры создавал DimaTorzok Простой, казалось бы, вопрос. Что такое много и что такое мало? И вот представьте себе человека, который вдруг чудесным образом попал, вернее, его поместили в мир его мечты. Прекрасная вилла с голубым бассейном, садом, огородом, аквариумом, террариумом, все, что душе угодно. Но человеку сказали, что выйти за пределы этого мира мечты он не может, он под арестом. И щелкнули ключом в замке. Рай автоматически в это же самое мгновение превратится в ад. Не правда ли? Вот то же самое, абсолютно то же самое происходит и с музыкой Альфреда Шнитке. Если посмотреть на нее в контексте музыкальных поисков 20 века. Что музыка искала и что она нашла. Огромное количество новых смыслов в сочинениях Шнитке создаются из осознания того простого, очень простого факта, что вот музыкальный мир, мир музыкальных звуков, как он сложился за последние несколько столетий, это уже давно не есть бескрайние просторы. Это очень маленькое ограниченное пространство, где совершенно не осталось нехоженных троп, неразведанных уголков, где все уже давно по многу раз перепахано и переизучено. И что же, музыка Шнитке как раз-таки начинается очень часто там, где умолкает музыка многих его коллег, называвших себя авангардистами. Хотя надо сказать, что Шнитке никогда сам себя авангардистом не признавал, не считал и даже не называл. Это уже исследователи и аналитики. Новые смыслы создаются из того, что Шнитке не задается вопросом, что такое много, что такое мало, много ли у нас, мало ли у нас музыкальных звуков, материала, который вообще дает история музыки. Он видит и прекрасно отдает себе отчет, что любой выход за пределы этого маленького ограниченного узкого музыкального мирка чреват смертью музыки как таковой. Либо там немота и тишина, либо там немолчный напев глубокой тишины лесной, как сказано у Мандельштама, то есть глухота, которая только думает и только мерещится, что она что-то слышит, а на самом деле она уже не слышит ничего. Либо там те звуки, которые музыку просто убивают, но не создают. Шум моторов, разрушение, война, землетрясение. Все, с чем музыка уже несовместима. И что же делать? Можно сказать, что все, в этом мирке все сделано, для нас там больше работы нет, сочинение музыки как искусство просто закончилось. Мы складываем руки, спокойно сидим, только слушаем. Или молчим. Шнитке другого мнения. Он считает, что и музыкальный мир, и история музыки это некая настроечная шкала одного гигантского радиоприемника. И что мы можем делать? Мы можем крутить колесо на стройке. При этом абсолютно непредсказуемым образом, поскольку мы не знаем, что на какой частоте передают, попадать из века в век, из эпохи в эпоху, из стиля в стиль. И это бесконечно увлекательное занятие. Больше того, по этой настроечной шкале можно проложить бесчисленное количество интереснейших туристических маршрутов. Можно путешествовать, как по машине времени, что, собственно, Шнитке и делает. Вот где музыка могла бы закончиться, но где по-настоящему, с точки зрения Альфреда Шнитке, она только и начинается. Альфреда Шнитке и Альфреда Шнитке. Одна из классических формул взаимоотношений живого человека со смертью состоит в том, что на самом-то деле никакой смерти ведь нет. Потому что если есть я, то ее нет, ее представить себе невозможно. А если есть она, то нет меня. И мы не можем быть вместе. Однако у Альфреда Шнитке своя история этих взаимоотношений и история непоятна. За последние 13 лет его жизни с 85 по 98 год 20 века смерть в ее совсем не литературном, а грубом натуральном физическом обличье приходила к Альфреду Шнитке пять раз. И только на пятый, 3 августа 98 года, она не ушла. После каждого из таких визитов, это поразительно, но факт, интенсивность композиторской работы Шнитке только возрастала. Он писал не просто больше, даже когда уже не мог говорить, не просто острее, не просто глубже. В его музыке начинали совершенно новым, уникальным содержанием, смыслом новым наполняться старые классические музыкальные понятия о порядке и красоте. Естественно, уходили те детали, которые могли кому-то показаться временными, наносными, случайными, актуальными для той или иной эпохи. Но оставалось главное. То, чем человек этот занимался всю жизнь. Всю жизнь он вдребезги разбивал наши с вами иллюзии, заблуждения и предрассудки. И таким странным способом он все время проверял на прочность то, что мы называем идеалами, совершенством и красотой. Все, что осталось после этой его работы, не бьющегося, не подвластного времени и предрассудков, это и есть настоящая красота. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok